Значит, что у нас сегодня будет на лекции? Поговорим немножко про Node.js. Уже, в принципе, по ходу курсов он тем или иным образом затрагивался, но сегодня мы поговорим больше о Node.js в контексте разработки сервера для вашего приложения. И у вас будет новый таск, который уже тоже, в принципе, каким-то образом упоминался, но как-то он потерялся из вида, и вот сейчас мы о нем вспомним. И на второй части лекции Максим расскажет как-то лучшие моменты, точнее, моменты, которые лучше бы не вошли в матч по кастам jQuery. То есть нарезка таких самых классных ваших ошибок, которые, в принципе, наверное, пересекались, встречались у многих, а если это что-то уникальное, ну, тоже прикольно посмотреть. Я тихо говорю, вроде нормально. Да, попросили громче. Ну, ладно, окей. Так, Node.js. Как мы уже говорили… Не-не-не-не-не-не, слишком громко. Как мы уже говорили, Node.js – это, по сути дела, JS runtime, который еще позволяет работать с файловой системой, с нетворком, не знаю, с чем угодно, короче, он позволяет работать. И конкретно сегодня нас будет интересовать, наверное, именно нетворк. У вас были лекции по HTTP, да, и примерно каждый уже должен представлять, хотя бы в каком-то виде, что такое HTTP. Но сегодня мы еще чуть подробнее об этом поговорим и поговорим и в каком контексте. Значит, кто скажет HTTP протокол, над каким он протоколом построен? То есть есть сетевые протоколы общения и вот HTTP, он под собой юзает какой-то вот из них. TCP протокол, все верно. Тогда, может быть, кто-нибудь скажет, как выглядит HTTP запрос, вот именно если представить его как TCP пакет, что это такое? Допустим, вот вы открываете страницу там Google.com, у вас отправляется GET запрос, ну, то есть, естественно, сразу идут там DNS резов, еще что-то, и потом в конце концов уже получает гугловый сервер, ваш GET запрос. Что этот GET запрос представляет собой именно как TCP пакет? Кто-нибудь имеет представление, что это? Окей, значит, давайте посмотрим и посмотрим в таком режиме, что мы прям сами его и закодим этот. Значит, все уже знакомы с require в Node.js. и пока мы говорили о такой штуке, которая позволяет использовать нод модули, но в самом Node.js встроено еще какое-то количество core модулей так называемых, которые есть непосредственно, ну, они предоставляются вместе с Node.js, то есть не нужно делать никакой npm install. И TCP пакет это один из них, только, наверное, не TCP, а я имел в виду здесь нет. Окей, net-модуль, в нем есть функция create-сервер, которая принимает обработчик, в который будут приходить все коннекшены. И как в HTTP сервере у него есть метод listen, на каком порту слушать запрос. Давайте для простоты сделаем просто вот так вот. просто будем выводить в консоль все коннекшены. И теперь мы попробуем стартануть этот сервер. И что сделать? Пойти на localhost 3333. Вот. Видите, что у нас упал в консоль connection? Это объект класса socket. То есть в Node.js есть класс socket, который, по сути, представляет собой TCP socket. В нем внутри спрятаны readable stream и writable stream. По сути, это откуда читать данные, куда их писать. И, как вы видите, вот здесь вот Chrome, он этот запрос отправил, но крутится вот этот вот. Почему это происходит? Потому что наш TCP сервер, даже не TCP, а TCP сервер, он слушает коннекшены, но ничего с ними не делает. То есть он никак не отвечает на запросы. Окей, давайте посмотрим что-нибудь поинтереснее, что там есть в этом коннекшене. То есть сам объект окей. Но нам интересно, наверное, посмотреть, что же в нем непосредственно лежит. Так, давайте еще параллельно откроем документацию ноды. Какая у меня? Окей. Так, нас интересует net-модуль. Где он? Вот он. И create-сервер. Так. Окей. Что хотел, посмотрел. Значит, connection, в свою очередь, да, это класс socket, но класс socket экстендуется от класса event-emeter. Для всех знакомо, что такое event-emeter или кто-то не в курсе? В принципе, event-emeter слышали такое понятие или нет? Нет. Хорошо. Давайте тогда разберемся сразу с event-emeter. Значит, опять-таки, внутри Node.js есть такой модуль, который называется events, который, по сути, возвращает конструктор класса event-emeter. Что же это за штука такая? Можно тему поменять, попробовать, нет? Или нормально видно? Ну, тут несложно. Так. Давайте создадим instance этого класса. И, по сути, все, что интересного есть в этом классе, это два метода on и off. И, в принципе, можно догадаться, что это классы, которые, точнее, методы, которые позволяют подписаться на обработку событий и, соответственно, отписаться. Ну, и есть еще emit, который эти события и имитит. Все просто. Давайте подпишемся на какой-нибудь event. Не знаю, тот же, просто data. И сделаем console.log. И потом в set интервале мы будем у этого emitter вызывать метод emit, который принимает имя ивента и непосредственно data, который нас интересует. Пусть будет вот что-то типа того. И будем каждые 100 миллисекунд эту функцию вызывать. Вот, то есть видите, что set интервал каждые 100 миллисекунд вызывает emit, передается туда имя ивента. Но это очень похоже, на самом деле, на дом ивенты. Согласитесь, да? То есть в том же jQuery есть метод on, который регистрирует обработчик событий, который в данном случае console.log. Data — это имя ивента. Это абсолютно любая строка, которую вы передадите. То есть имя ивента и обработчик. Так вот, класс socket, он является наследником event-эмиттера. И, соответственно, у него тоже есть эти методы on, emit и так далее. Но нас интересует конкретно метод on. Почему? Потому что, когда в connection приходят какие-то данные, то есть сам connection, окей, он логается, но нас еще интересует, что в этом TCP сокете, что туда записалось, что нам прислал клиент. И вот эти данные, которые приходят, они приходят, мы их можем обработать при помощи вот этого data-эвента. То есть у connection есть data-эвент, и, в принципе, мы здесь тоже можем, что же нам пришло в этот connection. Давайте перезапустим сервер и еще раз откроем эту страничку. Вот, Chrome сам начал reconnect, и вы видите, что здесь вводится какая-то непонятная ересь. Знакомо, что это за ересь или нет? Незнакомо. На лекции по веб-сокетам мы говорили про бинарные данные. Помните, да? То есть что в браузере есть типизированные массивы, unit8 array, unit16 array и так далее. В ноде под все бинарные данные есть просто один вот такой класс буфер. То есть буфер — это кусок бинарных данных, с которыми можно что-то сделать. Можно, например, у этого буфера вызвать метод toString и передать кодировку. То есть мы можем сейчас сделать вот так, вводить консоль лог dtoString, и мы хотим кодировку utf8. Вот. То есть у нас буфер, бинарные данные превратились в строку, и теперь это уже что-то читабельное, да? Но для удобства, чтобы постоянно не дергать этот вот toString, можно вызвать метод setEncoding. То есть мы говорим, что все данные, которые нам приходят по этому сокету, точнее даже не так. Сокет является наследником не только event emitter, но еще и такого класса, как stream. Readable, writable, stream. Помните, мы в галпе говорили про стримы, что есть readable стримы, writable стримы, из которых можно читать, которые можно писать, и их можно связывать при помощи метода pipe. Так вот, connection, он сам по себе тоже является стримом, и readable, и writable одновременно. И у стрима есть метод setEncoding, в который мы можем передать как раз-таки кодировку. И тогда нам не придется постоянно вызывать этот dtoString. Окей, давайте сделаем просто console.log. Не знаю, видно здесь или нет, но давайте еще сделаем. Вот так вот. Каждый раз, когда я рефрешу страницу, здесь видите, request number, он меняется, потому что приходит каждый новый request. Что это означает? Что у нас получается каждый раз вызывается вот эта функция и выводит request number, и дальше d. То есть то, что нам пришло. Окей, давайте смотреть, что же здесь… То есть нам пришел какой-то текст. Что это за текст? По сути, абсолютно каждый http-запрос, он начинается вот с такой вот строки. Get. Что такое get? Погромче. Метод. Да, то есть в лекции по http Саша должен был рассказывать, что в http есть несколько разных методов, при помощи которых делаются запросы. По сути, это просто… То есть что такое этот метод? Что он себе представляет? Это просто строка, которая является вот началом http-пакета. Да, дальше идет… Как думаете, что это такое? Ну, понятно, что это слэш, да, но вот что это… Именно откуда он здесь взялся? Это не совсем адрес, это путь. То есть в данном случае мы идем просто на localhost, да, и это как будто бы мы идем вот на слэш. Если я сделаю вот так вот, видите, да, что здесь уже именно путь, который нам пришел, на который непосредственно сам запрос был сделан. И дальше идет вот такая вот штука http 1.1. Это, по сути, версия http, по которому сейчас происходит общение. Что вы там про версию http знаете? Какие они там есть? Есть http 2. Это все, что мы знаем, и в принципе этого достаточно. Но есть небольшое тут, есть небольшое но. Изначально в любом случае первый запрос… То есть браузер не может наверняка знать, что ваш сервер поддерживает http 2. Поэтому изначально первый запрос все равно будет сделан вот с этим http 1.1. И, ну, только, возможно, после того, как уже пообщался браузер с сервером, то есть он ему знаком, он закешировал какие-то данные, типа как резолвится DNS в какую IP-шку, да, и еще какие-то данные закешировал браузер, тогда он может и первый connection устанавливать с http 2. Но изначально, если сервер незнакомый для браузера, да, он первый раз с ним общается, он будет общаться с ним по http 1.1. И вот в ходе первого такого, как это, первого TCP-хендшейка сервер и клиент могут договориться о том, что сервер говорит, я поддерживаю http 2. Браузер такой, о, прикольно, я тоже поддерживаю http 2, давай общаться по http 2. То есть, соответственно, здесь уже будет приходить… приходить будет все равно http 1.1, потому что это не версия, как вот именно в этих терминах, это просто как-то условность, что вот этот протокол, это не протокол, это просто, грубо говоря, усовершенствование http 1.1. Но, возможно, на самом деле я тут немножко вру. Я вот в этом не особо уверен, но предположим, что это правда. Если можете погуглить и потом сказать мне, что я был неправ, буду благодарен. Дальше, давайте разбирать дальше. Дальше, хост, по сути, это домен, на который пришел запрос. И дальше просто список так называемых http хеддеров. То есть мы можем указать, есть какие-то стандартные http хеддеры, да, и есть кастомные. Кастомные хеддеры обычно начинаются с… То есть слева у нас имя хеддера, справа значение. Считайте, что это просто объект, ключ значения, да. Что такое http хеддер? Это вот этот кусок текста, который потом парсится и представляется в виде объекта. Ключ значения, то есть хост, localhost, вот эта вот хрень, connection, keep alive, бла-бла-бла. HTTP хеддеров, в принципе, достаточно много. Да, самых разных, и они нужны для самых разных целей, как http кэширование, авторизация, например, вот через куки, какие-то данные по тому, какую кодировку мы принимаем, какой тип данных мы ожидаем в ответ и так далее. Все это нужно для того, чтобы сервер и браузер понимали, а что вообще от меня хотят, да. То есть сервер такой стоит себе, греется, приходит http запрос, и ему нужно понять, что от меня ожидают в ответ, да. И вот он смотрит, ага, accept, текст, html, application, html, то есть он понимает, какой тип данных хочет услышать браузер в ответ. Да, дальше он, в какой кодировке браузер может обрабатывать цветы. И основываясь на вот этих вот http хеддерах, сервер может на один и тот же запрос от разных браузеров сформировать разный ответ, да. Ну, теоретически он еще может там посмотреть user agent, какой это браузер, но это бесполезная вообще, насколько вы знаете, property, да. Знаете, что user agent бесполезен? И что это вообще такое? Что? Да, можно свой, но проблема в том, что смотрите, я использую Chrome, но user agent у меня это и Mozilla, и Apple WebKit, и Chrome, и Safari, и все сразу. Рассказывали вам, почему вот так вот? Нет? Потому что, в принципе, user agent появился во времена первых браузерных войн, так называемых, когда кто воевал там первые браузерные войны? Такая история фронт-энда, лекция. Кто с кем? Немцы, ситхи, да? Netscape и кто? И Explorer, да. И вот этот user agent появился, если честно, не помню, по какой инициативе, Netscape или Explorer, но сам факт, что этот хедер появился для того, чтобы сказать серверу, что я Netscape, я крутой, я умею, например, вот в такую новую технологию. И сервер такой, о, клево, ты Netscape, на тебе это какой-то проапгрейдженный контент. А потом интернет-эксплорер тоже научился, да, и говорит, ну, я тоже буду прикидываться Netscape, чтобы мне сервер тоже отдавал такой вот проапгрейдженный контент. И по сути сейчас все браузеры прикидываются всеми остальными браузерами, да, чтобы все вот эти фичи шарились между браузерами. Если зайти с какого-нибудь мобильного браузера, то там будет, например, в случае с хромом для андроида будет еще какая-нибудь приставочка Android. То есть теоретически, конечно, можно предположить, что если юзер-агент у нас там содержит хром-андроид, то пришел нам запрос из хром-андроид. Но это далеко не факт, потому что хром-андроид может прикидываться какой-нибудь, кстати, так и есть, интернет-эксплорер на Windows-фоне прикидывается хромом под андроид или просто андроид-браузером. Ну, короче, это вот такая вот немножко трешанина. Такс. Окей. Значит, хорошо, TCP у нас примерно вот так выглядит. То есть мы сейчас говорим о обычном TCP протоколе. И согласитесь, руками вот этот текст постоянно парсить не очень удобно. Поэтому, чтобы работать уже непосредственно с HTTP, у нас есть HTTP-модуль. И вместо того, чтобы юзать метод net, давайте этот код закоменчу и сделаю, по сути, эквивалентное что-то, но уже используя HTTP-модуль. Сделаем вот так вот. Require HTTP. Точно так же там есть в этом модуле create server, который… А, мы же не это самое. Мы же не ответили ничего браузеру. Это еще не все. Запросто мы получили, но не сформировали ответ. Такс. Окей. Значит, чтобы нам ответить что-то браузеру, нам нужно, во-первых, прочитать все, что нам браузер скажет. Да, то есть вот этот data event в нашем случае он имитнулся один раз. Да, вот видите, request number, он один раз выявился. Но если тело запроса большое, в каких случаях может быть тело запроса большое, кто скажет? Когда вот этот вот текст может быть большой? В каком случае? Ну, предположение какие-нибудь. Ну, допустим, да, get. Куки большие, верно. Кастомных хеддеров на сет, на URL большой. То есть в URL можно ведь еще с вопросиком, да, то есть после вопроса кучу всяких, всякого там текста передать. Да, если мы зайдем на какой-нибудь онлайнер, пойдем, не знаю, в каталог, электронику, мобильный телефон, аксессуары. Какой телефон? Ну, допустим, Xiaomi, Samsung, не знаю, Apple, магазины. Так. Я сейчас делаю просто рандомную какую-то хрень, да. Вот здесь вот в руле видно, что, ну, в принципе, не сильно много текста, но тем не менее он здесь есть. То есть передается наши фильтры, значения фильтров, да, вот эти, которые выставлены, они выставляются в URL. То есть здесь видно вот Xiaomi, Samsung, Apple, шоп какой-то там, семь дней, я так подозреваю, вот это вот. Ну, короче, вот это вот все добро, оно придет у нас вот здесь. И в этом случае у нас, получается, тело запроса будет большим и в один data event это все дело не влезет. Поэтому будет имитаться много data event. И когда уже все-таки клиент запишет абсолютно все, в этот стрим, да, у нас в конце концов имитнится вот этот end event. И уже в нем мы можем что-то отвечать клиенту. Что? Ну, вообще по-хорошему браузер должен выставлять хедер контент length. Типа длина того, что он отправляет. Но по факту, вот видишь, здесь этого нету, да. И единственный способ понять, что действительно все данные уже мы закончили получать, это вот этот end event. То есть мы должны всегда рассчитывать на то, что у нас может быть большое тело запроса. неважно, что оно маленькое. Вот этот end event он имитнится в любом случае. Неважно, было маленькое тело или большое. То есть мы всегда пишем так, как будто бы он большой. Окей. Так, сейчас осталось загуглить, как нужно отвечать браузеру. То есть что он присылает понятно, вот как выглядит ответ. на самом деле загадка, да. Ну, можно вот попробовать прям вот так вот сделать. Ага, спасибо. Да. Не смогли вверстку таблицы, поэтому сделали картинка. Ну, спасибо, спасибо. Так, статус-кода нет, неинтересно. сделаем вот так. коннекшен коннекшен это как readable stream, так и в writable, поэтому у него есть метод в write, вот этот. Сейчас будет немножко криво, но хоть как-то. Так, отвечаем мы по тому же протоколу, по которому получили запрос. сервер. Ну, допустим, вот такой. ContentType text.html, окей, blankline. И дальше пошло вот что у нас пойдет. Даем. пойдет у нас вот такая штука. То есть примерно вот таким вот образом выглядит ответ от сервера на HTTP запрос. не очень-то он что-то отвечает. Так. Немножко дебажных консолей. Нету здесь энда. Интересно. Помощь зала. Максим, есть идеи? Выпал из разговора немножко парень, завис, окей. Так. Ой, зря. Да, есть. Странненько. Ладно, неважно. Пока, чтобы не тратить время, забьем на это дело. И прям вот здесь будем отвечать. Вот. Видите, да? Hello World отобразился. Почему? Потому что мы собственно ответили этим Hello World. статус-кодом. То есть вот это минимальный набор HTTP хедеров, который нужен, чтобы браузер типа понял, что все ок. Опять-таки, первое идет в ответе. Это протокол. Дальше статус-код. Какие еще статус-коды знаете, кроме 200? 404, наверное, самые популярные. 301, 500, да. Ну, то есть какое-то количество этих статус-кодов вы так или иначе видели. Хотя бы как пользователи сети интернет. Дальше после статус-кода идет аббревиатура. То есть для каждого статус-кода соответствует еще какое-то короткое текстовое описание. Допустим, для 404 что это будет? Not found, да. Для 500. Сервер error. Да, все клево. Дальше. Сервер, в принципе, вот этот хедер, он, ну, как бы не обязательно, он никак не влияет на то, как будет работать браузер. Это просто вы говорите, что вот мой сервер это Nginx или там Java или Node.js или вот такой вот awesome TCP сервер. Да. И дальше вы говорите, чем вы ответили. То есть что это? Вы говорите, что это текст HTML. Да, и браузер такой, ага, я получил HTML, значит, соответственно, я должен что сделать? Отрендерить этот HTML. Ну и, собственно, это он и сделал. Если мы заглянем в Network, например, да, то посмотрим, что в респонсе и в превью ничего нету, а также у нас сам запрос в статусе в каком он статусе? 200. Но лодинг вот этот крутится. Почему? Потому что одного в райта недостаточно. И браузер ожидает, что будут еще какие-то в райты. То есть мы можем, например, сделать несколько этих в райтов и дописать во второй то, что не влезло в первый по каким-то причинам. Ну, допустим, вот у нас асинхронное чтение идет, да, и мы можем по кускам и писать. Да, то есть вот так вот тоже будет работать. Видите, страница загрузилась, но все равно крутится этот лодинг. Почему? Потому что нам нужно как-то дать понять браузеру, что все, мы закончили уже писать, больше ты ничего не сможешь прочитать. И это делается вот таким вот образом. метод end есть у любого writable стрима. И вот теперь уже этот лодинг не крутится. Видите? Дальше посмотрим сюда в хеддеры, в response headers, вот, content type, text, html, сервер, mouse, mtcp, сервер. То есть по сути это то, чем мы ответили браузеру. Вот это вот все выглядит как немножко дичь, да, и поэтому, ну, то есть неудобно, короче, так работать с http. Поэтому все вот эти вот неудобства, они спрятаны внутри http модуля. Как сделать то же самое, используя модуль http? Примерно вот так вот. У http тоже есть метод create server, который принимает уже два параметра request и response. То есть объект запроса и response это объект типа ответа серверу. допустим, будем выводить консоль лог, допустим, будем выводить все хедеры, будем выводить URL и отвечать со статус-кодом 200, текстом вот таким. Давайте проверим. этот код закомментить и здесь вызвать list. еще разок. send is not a function, потому что write, а не send. Вот. Результат у нас один и тот же, да, но кода намного меньше и он такой типа даже читабельный. и более того все наши хедеры, они у нас уже в виде объекта представлены JS-ного, то есть нам уже удобнее с ними работать. Все, что было в виде вот этой строки, да, оно каким-то образом распарсилось и является пропертиями JavaScript объекта request. То есть уже удобнее с этим работать. и у нас есть разделение вот этих понятий request и response. То есть здесь у нас есть просто TCP connection, который является и стримом чтения, и стримом записи. Здесь у нас есть два объекта. Запрос, ответ. И мы можем более как-то по кускам составлять этот response. Окей, давайте еще немножко улучшим всю эту ситуацию. Допустим, ну, копипастить HTML в JS, как бы так себе идея. И мы знаем, что у нас есть FS-модуль, который позволяет читать файлы из файловой системы. Давайте заиспользуем этот модуль. И здесь в респонсе мы сделаем вот такую вот штуку. Мы сделаем поток чтения, будем читать индекс HTML и пайпнем его в респонс. Сделаем вот такую штуку. Страничка работает, все у нас осталось как по-прежнему, да, то есть функционала не стало меньше, но код стал намного типа лаконичнее и собственно у нас уже нету завязки на копипасту строк в JS, да. То есть мы читаем из файловой системы какой-то файлик в данном случае индекс HTML и пишем его в респонс. Примерно вот таким вот образом в принципе работает абсолютно любой веб-сервер. Да, то есть к нему приходит запрос, он каким-то образом из урла, который он получает, понимает, что ему нужно отправить. То есть здесь видите еще пришел запрос за файком и он по идее должен был полезть файловую систему, найти вот такой вот файлик и отдать его клиенту. Но у нас его нету, поэтому если мы посмотрим в нетворк, то за Favicon у нас тоже пришел HTML. То есть браузеру в принципе пофиг. Мы ответили не картинкой, но окей, ему не важно. Почему мы ответили картинкой? Потому что на абсолютно каждый запрос мы делаем то же самое. Мы просто читаем индекс HTML и отправляем в респонс. Это естественно неправильно. И по-хорошему мы должны сделать какую-нибудь штуку типа вот такой. Допустим, если у нас метод это get и request URL это слэш, то только в этом случае мы должны сделать вот так. Да? Дальше. Чтобы выдать тот же favicon. Если request метод у нас get и URL это favicon вот такая вот штука, то мы должны сделать соответственно немножко другое. Мы должны сделать вот так вот. Да? Ну и вот это тоже не очень-то удобный способ, как можно работать в принципе, как пишется HTTP сервер. Ну согласитесь, это немножко трэш и рано или поздно это все превратится в неподдерживаемый код. И чтобы все-таки сервера было делать удобно, естественно напилили кучу всяких библиотек под Node.js, которые упрощают всю эту работу. И самой популярной такой библиотекой является, наверное, Express.js. О нем мы уже как-то вскользь наверное упоминали, да, слышали уже про него, нет? Лекции как-то вообще как мимо кассы проходили, но ничего, напомним еще раз. Значит, есть фреймворк Express.js. По этой части вопросы какие-нибудь есть? Все сидят потерянные, офигевают, что происходит? Что? Откуда этот запрос взялся? Браузер абсолютно на каждую страницу что такое вообще favicon? Это вот эта вот штука, которая отображается вот здесь вот в браузере в левом верхнем углу. И браузер делает этот запрос просто по дефолту. То есть он знает, что мне нужна вот эта иконка, чтобы здесь отобразить, поэтому дай мне ее. Мы нигде никаких там имиджей с RC не делаем, ничего, просто это дефолтное браузерное поведение. Если бы у нас браузер не поддерживал например favicon, это наверное и E6 какой-нибудь и ниже, то соответственно этого запроса не было бы. Вот даже E6 поддерживают. Ну то есть это прям совсем must have. Зачем? Ну это типа такой код на коленке писан особо неинтересен ничем. Будет запись лекции, можно будет посмотреть ее. Можно самому поиграть, это на самом деле вариант поинтереснее. Сделать самому индекс.js файлик или еще какой-нибудь сервер.js что-то пытаться кодить. делать. Ну вам в любом случае придется этим заниматься, потому что у вас будет таск, поэтому никуда не денете. По этой части вопрос. Давайте как-нибудь. Что? Ну это типа будет более как-то оптимально. Почему? Потому что у нас есть поток чтения, который читает кусками. То есть представь у нас есть большой например видеофайл, чтобы его целиком прочитать с файловой системы в оперативную память нужно n секунд. И потом столько же секунд тебе нужно, чтобы это все записать в tcp socket. А так получается ты кусочек читаешь маленький и его же сразу и пишешь в response. То есть это быстрее работает. В случае с индексом это конечно что в рот что по лбу ой что в рот хорошая оговорочка что в лоб что по лбу успокоились все хорошо но с большими файликами все-таки стримы будут оптимальны. Еще вопросы? Окей давайте сделаем перерыв небольшой до экспресса. Давайте продолжим. остановились мы на том что просто http модуль используя достаточно неудобно писать бэкэнды поэтому можно использовать уже написанные библиотеки которые все эти сложности в себе инкапсулируют и одна из самых популярных библиотек это express.js как ее установить все просто npm install express save пока устанавливается можно начинать писать какой-то код значит для начала нам нужно зарекварить сам express который потянется из нод модулей дальше создаем instance апа и например говорим что на запрос на get запрос на слэш мы будем делать вот такую штуку просто пока будем отвечать hello world кодом у этого апа тоже есть метод listen какой сервера которого зачат http create сервер и будем на том же порту слушать так express поставился да поставился стартанем опс index.js запрос на root пожалуйста hello world у нас уже есть и favicon ответил 404 и вот такой строкой cannot get и put то есть если мы сейчас пойдем на какой-то путь сразу же видим что нам возвращается то есть не pending запрос крутится он обрабатывается но возвращается 404 и вот такая строка cannot get да откуда она взялась express внутри себя сам понял что запрос пришел на тот url для которого нету обработчика соответственно ну 404 окей значит как можно обрабатывать допустим другие типы запросов например у нас будет post запрос соответственно для этого есть метод post тоже допустим на slash и что мы здесь делаем у реквеста есть давайте проверим есть ли будем здесь нужно понимать что вот этот request response это уже немножко не те request response которые были в http create сервер да это обертки экспрессовские над объектом реквеста нодовского и response так еще раз стратанем ноду и сделаем что мы сделаем мы сделаем fetch слышали про fetch все даже применяли молодцы супер такой код писали может даже или нет нет такой код не писали слишком уже сложно окей видимо не так все таки метод задается окей пойдем гуглить да вроде все четко ну попробуем еще разок пост стой боти так где здесь метод да пост да сервер не отвечает все верно будем делать просто вот так да все клево значит вот экспресс подсказал что send статус уже deprecated используй send статус спасибо send статус все пофиксано так request body undefined не очень это хорошо давайте посмотрим сам request что там есть что не очень здесь видно на самом деле ну логично что в принципе у него тоже будет этот data event сделаем вот так body пустая строка когда будут приходить куски запроса мы будем к body прибавлять эти куски и в конце onend мы будем выводить этот body такс и еще нужно сделать encoding set encoding utf8 то есть здесь в принципе не сильно все отличается как от предыдущей версии с этим с tcp но это мы немножко позже пофиксаем и сделаем адекватно так допустим body у нас будет какой-нибудь json stringify вот такой вот объект вот видим что он вывелся то есть в принципе мы уже каким-то образом смогли связать наше node.js приложение с клиентом каким образом мы сделали http запрос при помощи фетча и передали вот данные в виде json то есть уже какое-то общение налажено да в данном случае мы где там network на этот запрос мы ответили ничем то есть мы ответили просто статус 200 все хорошо окей я принял твой запрос но никаких данных не вернули в то же время мы могли бы вместо send status сделать например в экспрессовского респонса есть метод json и мы могли бы здесь вернуть какой-то тоже соответствующий объект да давайте это и сделаем смотрим смотрим network здесь уже у нас возвращу возвращается объект то есть вот таким вот образом мы сделали какое-то общение по джейсону общение джейсоном между сервером и клиентом но вот эта вот часть она выглядит немножко трешово да поэтому есть такой модуль который называется body parser и его устанавливаем вот таким вот образом дальше мы его require и чтобы экспресс узнал о том что нужно использовать вот этот модуль для обработки тела запроса вызываем метод use экспресс на самом деле самого по себе он достаточно такой лаконичный фреймворк и у него не очень-то много методов то есть у аппликейшена есть методы get post put delete то есть это соответствующие методы http методы то есть для get запроса используем метод get для post post и так далее и есть еще метод use что что этот метод делает в экспрессе есть такое понятие как middleware уже знакомое вам слово потому что мы когда про redax говорили немножко тоже затрагивали это понятие но в целом каждый http запрос перед тем как он попадет в конечный обработчик он еще пройдет через все так называемые middleware давайте напишем сразу парочку своих middleware по сути middleware это просто функция да в этой функции мы например вызовем выведем дату текущую в следующей мы выведем например что к нам пришел request и выведем его url стартнем перезагрузим у нас вывелось время и дальше ничего не происходит почему потому что я забыл вызвать эту функцию next в каждом в каждом middleware когда он закончил свою отработку он должен дернуть next вот видите да то есть все работает и в консоли у нас появилась data ну точнее timestamp и какая-то строка с url на который пришел запрос по сути каждый middleware это просто функция в которой попадает и request и response и также функция next которая говорит что я уже все сделал переходи к следующему middleware middleware исполняется в том порядке в котором они были зарегистрированы то есть в каком порядке мы сделали use в таком порядке они будут вызываться то есть если мы передвинем вот этот use выше соответственно в консоли у нас вот этот вот лог request received будет выводиться тоже раньше потому что эта функция выводится раньше можем в принципе это все дело подебажить да кстати насчет дебага ноды самый простой способ это установить ноду версии больше чем 6.3 и запускать ваш скрипт с флагом inspect inspect и файлик который мы исполняем у вас выведется вот такой вот url его нужно открыть в хроме и угадайте что там будет devtui не поверите так ну и собственно вот пожалуйста можно вот наш код мы можем поставить в нем breakpoint и начать дебажить кодяру делаем запрос у нас останавливается здесь breakpoint и видим что сразу вызвалась вот эта функция да вот в реквесте у нас есть куча всяких свойств да нас интересует url вот все верно дальше нажимаем f8 то есть дальше вызывается вот эта функция выводят date now f8 попадаем вот в этот обработчик роута и тут же в консоли видим все что выводится f8 все response отправили страничка отрендерилась так значит body parser в принципе это тоже middle way и поэтому чтобы его использовать мы делаем вот эту штуку up use дальше говорим body parser и мы хотим например парсить gson если нам нужен будет допустим формы постать мы хотим на наш сервер у body parser есть для этого тоже метод я правда не помню как он называется и поэтому мы идем просто в npm открываем здесь страничку и смотрим API он здесь вполне подробно расписан у каждого из middle way есть какие-то свои еще опции но это все уже такие нюансы которые в принципе можете потом почитать сами так где-то тут был вот url encoded вот этот middle way поможет парсить формы то есть что за сабмитила форма так хорошо мы хотим парсить json и давайте теперь вот здесь вот в этом посте сделаем немножко адекватнее все это дело будем просто выводить уже request body так так inspect не нужен но здесь нужно будет сделать одну поправочку чтобы сервер понял что он должен обрабатывать json еще нужно выставить header content type контент type это все да application json но ладно сделаем прям по-крутому у джейсона content type это как сергей сказал application json больше нам никакие header не нужны значит в этом объекте мы еще указываем это свойство headers check network что у нас в хедерах в request хедерах content type да есть application json и тоже в принципе в консоль вывелась уже вывелся объект то есть что сделал вот этот body parser middle way это просто функция которая внутри себя подписалась на data event посмотрела что в хедерах есть content type json и в этот объект реквеста записал уже распаршенный джейсон то есть там произошло примерно следующее request body равно json parse не знаю там raw string а raw string соответственно это была такая вот штука которая была в функции пониже да то есть пустая строка у request сделали encoding utf 8 и так далее думаю не стоит уже набирать дальше помните если не помните посмотрите в записи то есть за нас вот этот кусок кода он был перемещен в body parser и мы его просто юзаем как модуль вот для экспресса очень много всяких middle way готовых есть и настолько их много что вплоть до авторизации там через можно сделать очень просто авторизацию в вашем приложении через вконтакте фейсбук гитхаб и так далее вот все это не никакой не rocket science это делается все элементарно двумя npm инсталлами и тремя строчками кода вот то есть в этом плане все достаточно удобно такс зачем нам в принципе все это нужно за тем что для вашего таска вы должны будете сделать backend который по сути будет являться прослойка между базой данными между базой данных и фронтендом и чтобы какие-то данные гонять между клиентом и фронтендом существует такое понятие как крест слышали про него да один человек какой-то там на парах видимо в универе слышал остальные нет не слышали окей что такое рест расскажу очень кратенько без какой-то там супер теории просто на пальце грубо говоря значит представьте что у нас приложение ну какому банально отображает список юзеров да то есть у нас в базе данных лежат лежит users давайте сделаем это для простоты просто будет массив да то есть неважно что он не в базе данных у нас есть просто массив этих юзеров это объекты допустим с просто именем так далее будет два юзера да значит дальше на клиенте вам нужно этих юзеров получить как вы это сделаете вы сделаете get запрос фетчем и тут интересно вот что вы сделаете его вот такой вот url users и соответственно напишите обработчик что запрос get на users он делает следующее делает response send response json и отдает туда всех юзеров рост рингис нодефайн все верно делаем фэч юзерс давайте еще подпишемся на zen фэч им пользовались поэтому не буду объяснять что это будем просто выводить консоль лог вот пожалуйста вот у нас в браузере есть те же самые юзеры которые у нас есть здесь вот захардкоданы прям в джейсе дальше но получить юзеров нам недостаточно например нужно еще создать нового по-хорошему у каждого юзера еще должна быть какая-то уникальная айдишка потому что имена могут быть не уникальными и абсолютно любой абсолютно любого куска данных должна быть какая-то айдишка по которой но уникальная айдишка то есть вот эта айдишка это соответственно значит будет один такой юзер с такой айдишкой вот сделаем это просто цифрами которые будут инкрементаться да и допустим у нас будет обработчик пост запроса и он будет выглядеть вот таким вот образом сразу сделаю потом объясню что здесь происходит значит мы добавляем в наших юзеров то что у нас пришло в боде запроса и говорим что он у нас был создан возвращаем в принципе его же сейчас объясню немножко сразу проверим что это работает дальше буду объяснять так получаем юзеров у нас их два делаю пост говорю что добавь мне юзера например ой-ой-ой поторопился юзер с айдишкой 3 добавь юзера вот такого json string g5 допустим name какой-нибудь там не знаю тони и соответственно айдишка тоже 3 network все хорошо и теперь если мы сделаем снова get то мы видим что у нас уже вернулось три юзера соответственно у нас отработала эта функция и юзеры действительно записались значит окей давайте разбираться что здесь происходит наверное кого-то смущает вот эта вот штука двоеточие айди в принципе сам по себе rest он говорит что что абсолютно с любой коллекции данных можно работать четырьмя методами и двумя эндпоинтами но это условно то есть совсем так условно на пальцах какие методы есть в http get значит мы получаем пользователей пост ну допустим пользователей будем говорить конкретно с конкретикой наши о пользователях get запрос это значит получить всех пользователей если у нас url вот такой вот users да либо получить какого-то конкретного тогда мы добавляем айдишку этого пользователя дальше пост запрос чтобы создать нового пользователя put чтобы помодифаять существующего и дэлит чтобы удалить какого-то пользователя соответственно по-хорошему чтобы у нас был полноценный и 5 для работы с какой-то коллекцией должны быть стерилизованы следующие методы get you get users get users по айдишке здесь какой-то код дальше пост по айдишке теоретически мы можем почистить прям всю коллекцию до юзеров то есть мы сделаем вот так вот и здесь функция что-то там делает дальше put опять-таки по айдишке и делит тоже по айдишке и в принципе в принципе можем и всю коллекцию дропнуть делитом но не будем это делать окей то есть вот таким вот образом выглядит полноценный api для работы с коллекцией юзеров да то есть что у нас может эта коллекция уметь добавляться новой юзеры мы должны уметь читать юзеров и модифайт добавлять удалять модифайт обычная крат операции create read update delete вот еще одна аббревиатура которая возможно вам была неизвестна крат то есть чтобы не пугались это расшифровывается как create read update и delete крат операции в rest service он предоставляет api чтобы при помощи ajax запросов можно было делать вот эти вот крат операции с какими-то коллекциями данных в базе данных теперь давайте разбираться вот с этой вот двоеточие айди в случае с таким запросом все просто мы просто отдаем всю коллекцию но случае вот с таким да когда мы выбираем по айдишке вот это вот двоеточие айди превращается в свойство айди объекта парамс внутри объекта request то есть если мы выведем вот эту вот штуку рек парамс айди здесь будет уже то что мы передали в руле давайте для начала сделаем простую версию будем просто вводить в консоль этот код как-нибудь еще его обозначим вот таким вот образом чтобы был виден так значит getm всех юзеров они у нас возвращаются если мы getm юзера по айдишке падает ошибка неважно но вот у нас вывел сервер вот этот лог то есть он понимает что мы сюда передали тройку зачем вот это вот все нужно это упрощает нам работу с урлами поэтому и потому что если мы выведем весь юрел да то он будет чуть менее удобен для работы да то есть он будет вот такой вот соответственно чтобы получить что у нас айдишка 3 была передана нам нужно будет из урла реплейснуть ту часть которую не нужна короче лишним много работы много лишней работы которые мы не хотим делать из-за нас это может сделать экспресс вот таким вот образом мы просто передаем двоеточие айди и экспресс понимает что если у нас после юзерс еще есть какая-то штука то это будет айдишка и он сразу я запихнет распарсит это делай запихнет в парамс давайте реализуем по-нормальному не просто статус возвращать значит в данном случае нам нужно будет ответить джейсоном и вернуть юзера у которого айдишка будет равна вот этому рек парамс айди или в противном случае вернуть статус 404 поэтому давайте немножко подробнее это все дело распишем значит если у нас юзер был такой найден мы сделаем так а иначе мы сделаем 404 давайте проверим работает ли это получаем юзеров internal service error статус код is not a function клево send статус потому что еще разок у нас выпал not found потому что не нашелся такой юзер давайте дебажить это дело что все верно да все все просто не нужно ничего дебажить у нас давайте найдем второго есть нулевой первый поэтому найдем второго который первый он все равно не нашелся поэтому давайте таки дебажить хотя он есть так откроем наш наши дефтплы давайте дебажить наш get юзера по идишке tags юзеры вот такие вот у нас юзеры рек парамс айди у нас строка ну и соответственно нам нужно сделать вот так работает ли теперь работает нашелся нас юзер ну и соответственно похожим образом мы делаем апдейты юзеров по идишке делиты и так далее то есть у нас есть какой-то интерфейс который представляется представляет собой так называемый end point вот эта вот хрень которая типа путь по которому делал запрос это end point с определенным методом делать определенные действия get читает put modified delete пишет удаляет пост создает новые и вот примерно вот вот это вот все и есть rest rest расшифровка этой аббревиатура это representational state transfer насколько я помню да умная аббревиатура которая говорит что в принципе абсолютно любой state мы можем перемещать сервера на клиент при помощи вот вот того что только что рассказал у нас есть http методы и при помощи роутинга так называемый то есть вот этот паз он еще называется роутом роут что такое с английского как переводится маршрут да при помощи маршрутизации запросов при помощи вот этих урлов мы можем каким-то образом работать с данными в базе данных то есть модифайт их и реализовывать эти крат операций альтернативой rest является graphql наверное такой самых популярных сейчас набирающих популярность но это сложная тема возможно в лекциях по реакту как-нибудь немножко затронем все это дело так вот зачем я это все рассказывал вам нужно будет сделать таск в котором у вас а да про базу данных еще не сказал связки с node.js javascript разработчик скорее всего не захочет юзать какой-нибудь там mysql или еще что-нибудь он что-то будет юзать поближе к джаваскрипту а самая близкая к джаваскрипту база данных это mongo слышали про нее mongo db да но с самой mongo тоже не очень удобно работать из но джесса поэтому есть метод mongoose его я рассказывать не буду потому что слишком много времени займет и он останется вам на изучение такое домашнее но он достаточно простой и доки у него просто великолепная да и у того же экспресса то есть документация это ваш лучший друг и делать лекцию в которой просто буду пересказать документацию как-то типа не очень сами разберетесь там почитайте доки есть примеры использования просто control c control v проверили что работает все good единственная проблема которая может быть эта установка mongo и тут уже придется повозиться windows юзером с прискорбием сообщаю что проблемы будут мако-юзер и линуксоиды все клево там просто в одну команду все ставится что можешь юзать native драйвер но тебе придется уже работать непосредственно самой монгой мангус это все-таки какая-то более высокоуровневая абстракция которая у которой более такой сахарный интерфейс и тебе быть проще наверное с мангусом но не запрещается можно делать с найти в драйвером мангусским для тех кому для кого найти в драйвер слова это загадка немножко объясню значит мангус это по сути библиотека которая позволяет работать с монгой но есть еще и модуль просто монга который такой уже самый низкоуровневый для работы с монгой монгодиби вот и здесь уже больше даже документацию придется читать самой монги они там то есть это просто как-то мост между дживоскриптом и плюсами на которых монга в принципе работает советую использовать мангус будет проще скорее всего потому что монги закопаете так и стулов которые могут пригодиться как он называется до роба монга либо монга чев по сути это просто юай для того чтобы посмотреть что у вас базе данных сейчас хранится вот у меня есть локальная база данных здесь куча всяких интересных баз ну вот например css quick draw да здесь можно легко посмотреть например список всех юзеров все это отображается вот в таком вот виде ну короче чтобы можно было легко просмотреть что у вас базе данных юай для этого вот роба монга и как еще вариант монга чев да две утилиты так с монгой все значит теперь наверное поподробнее про таск сейчас наверное будете вспоминать что мы его уже обсуждали минимально сон